Иван Попов тяжелый атлет в третьем поколении. Взял в руки спортивный снаряд еще в семилетнем возрасте и теперь регулярно тренируется. Три раза в неделю по два часа. Не прекращал занятия даже в период ограничений закрытия фитнес-центров. У бабушки с дедушкой есть дача, и там есть зал. Вот я там и тренировался летом. На улице под навесом. Тренировки на свежем воздухе дали результат. Теперь Иван на пьедестале. Радость победы и золотую медаль разделяет с дедом, который тоже всю жизнь в спорте. Именно он привел внука в тяжелую атлетику, а теперь готовит ко всем соревнованиям, которых за плечами уже немало. Это очень перспективный вид спорта. Без тяжелой атлетики, практически без упражнений по тяжелой атлетике. Ни один вид спорта не обходится. Нужны силовые. Здесь и резкость, и гибкость, и координация движений. И надо думать. У нас есть такая поговорка, это не шахматы. Здесь думать, наверное. Потому что каждый подход – это творчество. Это надо думать, как подойти к ней, как ее поднять. А тем временем думает, как подойти к штанге Полина Ходокова. Она уже кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. На соревнования приехала из Сызрани. Поскольку чемпионат открытый, и заявиться на него может любой желающий. У Полины свой секрет успеха. На всех разозлиться, на штангу, на себя, на всех и сделать. Потому что штанга – это самый главный соперник. То, что девочки ходят, это, в принципе, не соперница. Потому что поднимает голова. Буквально, я вам скажу, 21 девушка успела на чемпионате России по тяжелой атлетике. А сейчас их приезжает 2-3 сотни на Россию. Они более дисциплинированные, я вам скажу, более гибкие, быстрые. Их силы не уступают. Как рассказывают сами девушки, штанга не только помогает развивать цели устремленности и силу духа, но и формирует красивую фигуру. Масса здесь не увеличивается. Как говорят девочки, я приду, раскачаюсь, меня будут влечь здоровые. Нет, ты станешь такой, что... Я похудела, когда пришла. У меня были такие щечки, я была такая плюшечка, а сейчас я такая стала потянутая. Женщины, они больше отдаются, конечно, больше отдаются виду этому спорта. Видимо, у них появляется некий какой-то азарт, чтобы догнать, обогнать мужчин в этом виде спорта. Поэтому уже это некая такая тенденция, она уже давно. И тяжелая атлетика у женщин в тренде. В этот раз для участия в городском чемпионате по тяжелой атлетике заявилось более 80 спортсменов всех возрастов. Почти четверть из них девушки и женщины. Как рассказывают организаторы, пандемия и связанные с ней ограничения не сказались на форме атлетов. Многие, наоборот, усиленно тренировались дома, дистанционно, поэтому показали результаты даже лучше, чем в предыдущие годы. Светлана Кудрявцова, Василий Колдашов. События.